Английские слова стали вылетать сами по себе. Ну вот, селфи, которые я с ними сделал. Я к ним подхожу, подсаживаюсь, говорю, ну знаешь, давай как-нибудь в следующий раз. Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Ребят, к этому видео я вообще не готовился. Я не писал сценарий, как я обычно делаю. Не думал, что буду говорить. Короче, мысли сейчас будут идти так, как они будут идти. Вчера со мной приключилась очень интересная история, и именно о ней хочу вам рассказать. Начинаю. Еду я, в общем, в маршрутке, домой. Был у своей сестры в гостях, да. Десять минут еду, нормально, и входят, короче, две африканские девушки. И они общаются между собой, по-моему, на английском. Да, общение было вот вроде как на английском. Там я так, некоторые фразы, я такой, ага, там, что-то это, что-то это. Вот, и они сели в конец маршрутки, я сидел в середине. А я слушал музыку до этого. Я аж наушники снимаю и начинаю прислушиваться, о чём они разговаривают. И у меня в голове проскакивает мысль. Жора, нужно просто подойти сейчас к ним, как-то познакомиться и начать разговаривать на английском языке. Я нервничал, у меня потели ладони. Я себе говорил, типа, ну знаешь, давай как-нибудь в следующий раз. Я сижу минут десять и думаю, подойти, не подойти. И тут я понимаю, что я очень сильно боюсь подойти. Я стесняюсь. И в то же время у меня проскакивает мысль, они тебя не съедят, они тебя не убьют. Максимум, что может случиться, это они скажут, ну знаешь, мы типа не общаемся, поэтому, ну, не надо. Я, окей. Я решаюсь к ним подойти. Я встаю, просто у меня, я не знаю, сердце... Столько ударов в секунду, наверное, никто не испытывал. Я к ним подхожу, подсаживаюсь, говорю, Hello. Do you speak English? Одна говорит, да, говорю, всё на английском. И, короче, стали знакомиться. Меня зовут так, меня зовут так, меня зовут так. Я представился, что я, короче, Жора, снимаю видосы в YouTube, я у них поспрашивал, какие у них хобби, где они учатся, они у меня поспрашивали. Мы так обменялись, короче. Оказалось, что они тоже блогеры, только Instagram-блогеры. А сами они из Африки, Мозамбик. Мы друг друга начали понимать. Я просто общаюсь, и у меня, знаете, вот английские слова стали вылетать сами по себе. Вот, я узнал, что одна из них певица и поёт, ну, да, песни. Гениально. Я говорю, Oh, you have your own songs? Типа, у тебя есть свои песни? Типа, your own songs. Овн. Я даже это слово не понял, как оно переводится тогда. На тот момент просто оно вылетело. Знаете, как учил-учил-учил, и просто на автомате вот вылетело. И потом в конце я сделал с ними селфи, подписался на их Instagram, и они на мой Instagram, на мой YouTube, может быть, они подписались. Ну вот, селфи, которые я с ними сделал. Блин, крутые девки, позитивные. И я им очень благодарен, что они отнеслись ко мне с позитивом, и мы классно пообщались. В общем, вот такая, ребят, история. К чему я хотел это всё привязать? Смотрите. Жизнь у нас даётся одна. По крайней мере, точно можно сказать прямо сейчас так. И нужно её прожить настолько ярко, настолько насыщенно и круто, чтобы в старости не сожалеть. Просто я много у кого спрашивал. Я чаще всего общаюсь не со своими сверстниками, а с теми, кто старше меня на десятилетие. Я людей опрашиваю, говорю, о чём вы думаете? Думают о том, что они не сделали, о том, что побоялись, постеснялись, понимаешь? И когда я просто выхожу из этой маршрутки, я такой, ЕС! Просто Жора, ты красава! Не так оно всё страшно на самом деле, как ты себе представляешь. Такие решения ты, когда принимаешь, ты становишься сильнее, ты себя прокачиваешь, ты прокачиваешь себя как личность. Ты становишься сильнее, когда ты себя перебарываешь. Потом детям будет что рассказать. Я своим детям обязательно это видео покажу. Когда у тебя что-то возникает такое, да, когда ты боишься, ты просто представь себя в старости, и как ты себя винишь, и просто как тебе больно вспоминать то, что ты когда-то постеснялся сделать, и во что это вылилось. Миллионеры, у них же было много таких ситуаций разных, когда они себя перебарывали, ты представляешь? И именно потому, что они себя перебороли, они стали успешными, миллионерами, богатыми, у которых всё хорошо в жизни. Поэтому и ты также перебарывай себя, и будь лучшей версией себя. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!